есть такой кейс мужчина вроде бы все в порядке есть хорошая работа и есть квартира машина есть даже семья но нет счастья вроде все нормально но вот не чувствовать себя полноценно счастливым как вот это счастье в себе или вовне пробудить ну да почему вопрос не идет о счастье как о каком-то мгновении да нету просто нормального позитивного состояния как хорошо что у меня все так хорошо то есть нужно себя каждый раз уговаривать у меня за все хорошо ну что я все думаю что не хорошо у меня же все хорошо у меня же есть машина у меня же есть жена у меня же есть дети у меня все хорошо и при этом все оно настроение особого нет я думаю что это связано с отсутствием искусства жизни как говорят французы то есть вот во франции например есть две бабушки у них есть ресторанчик но он суббота воскресенье не работает то что бабушки хотят субботу воскресенье отдыхать хотя в субботу воскресенье больше всего клиент этого француза называется арду вива я не призываю вас нихрена не делать я призываю вас отойти от совершенно типичного явления большинство людей очень хорошо резонирует с несчастьями большого мира почему потому что в человеке много сеть неприятностей особенно в большом городе то тебя кто-то обидел тут и какие-то деньги потерял то поскандалил женой и так далее и когда у тебя плохое настроение то человек тоже чтобы ему стало легче это абсолютно инстинктивно начинает входить в резонанс большими несчастьем мира да ну вообще скоро будет третья мировая вот опять с этими поссорили а министерство опять собирается налогов ввести новый налог да как тут вообще бизнес делаешь и климат какое-то абсолютное говно вроде лет а где вообще солнце и человеку становится чуть чуть легче но он не замечает что резонирует бесконечно с этой большой и плохой погодой или чем-то таким общем мировым он усугубляет свое положение то что погружается в бездну в абсолютную пропасть вообще бесконечного негатива и теряет всю жизненную энергии поэтому сделать нужно усилие над собой очень простое даже когда у вас плохое настроение и вам кажется что вокруг тоже все плохо прямо берите сачок для бабочек воображаемый и вылавливайте вылавливайте в себе малюсенькие бабочки хоть какого-то позитива можете срисовать собаки вот собака ловит каких-то муравьев в траве вот катается по траве да и счастлива почему в данный момент и кататься по траве хорошо и все конечно мы не собаки у нас есть сознание но при этом все равно можно попробовать выискиваете маленький позитивчик малюсенький например да солнце нету но и дождя еще нет это хорошо зато какой свежий пред дождевой воздух а потом входите в резонанс и подсев на этот маленький позитивчик на что хорошего есть в мире но например вы смотрите себе все время в городе под ноги когда идете на работу выйдя из машины или из метро а вот прямо двигаясь от метро к своему офису раз и поднимите голову наверх и посмотрите на небо и подумайте надо же какое облако но вообще и она была и миллионы лет назад было и какой же это все-таки космос вот эта прекрасная природа вы срезонировали вы нашли в себе утром маленький позитивчик например стоянка оказалась свободно а потом раз и вышли прямо в небо оно сложилось и ваше ощущение счастья стало огромное вы как бы его надули да может он потом лопнет на данный момент вы за пока он не лопнул вы заберете прорву энергии и вот эта энергия будет давать вам абсолютное ощущение счастья тем более если по большому счету у вас все хорошо если даже это не помогает если никакой резонанс не получается это значит вы врете самому себе это значит что у вас не такая хорошая работа и у вас не так все хорошо с женой и не такая у вас хорошая квартира и машина что-то вам нужно еще может быть то что может быть исключает даже машину и квартиру жену оставим а с работы можно что-то понять это уже другой вопрос это рестарт как начать все заново это большие лекции и так далее а здесь чтобы схватить мгновение возьмите резонанс кстати об этом писал дмитрий быков своей книге в своей книге посвященной биографии пастернака что пастернак был одним из немногих поэтов которые очень с большим лагом опаздывая реагировал на все плохое при этом будучи интуитом почему потому что он был психологически очень здоровым человеком и очень любил жизнь поэтому все время вступал в резонанс чем-то хорошим а плохое упорно не хотел видеть потом он уже начинал это понимать но вот такой любви к жизни ему хватило на то чтобы стать великим поэтом и в общем-то пережить даже сталина и начало других ренущим и сталинские репрессии другие и кое-как оказаться на плоту в отличие от других поэтов которые резонировали по-другому вывод следующий это уже не мой вывод а дмитрия быкова психологически здоровый человек все время резонирует с хорошим человек надломленный психологически нездоровый в котором куча скелетов и тараканов ищет и резонирует все плохое именно поэтому так много хейтеров в интернете они резонируют и мы нужно обосрать все на свете и создать большой черный негативный мир чтобы их злость улетела в этот большой мир и как бы им стало от этого легче легче им от этого не будет того кого не хейтить с ним будет все окей плюс он резонирует с позитивом а вот то чем они занимаются они теряют все на свете